Стальной охват России. Привет большой. Подписчики на канале YouTube. Привет большой. Значит, продолжаем эксперимент с Резрусом. Есть у меня партия Резрусов. Я их калибровал от 40, где-то 7 до 61 килограмма. Затем я на Алиэкспрессе увидел продающийся Резрус черный 50. Он называется Резрус 50. В общем, теперь вы понимаете, что 50 килограмм это условно. Это как бы в большей массе встречающиеся Резрусы. А в принципе, получилось 47-61. И пришел Резрус с Алиэкспресса. Вот с такой надписью, более мелким шрифтом, но четко выдавленный. И, в общем-то, я решил заказать еще один. Этот откалибровался на 38 килограмм. 38-39 он был. Но пока ехал второй, его, вот этот, прожимали ежедневно на 100-200 раз. И, в общем-то, пока, а очень быстрая доставка, пока Резрус второй дошел, этот, ну, более где-то, ну, примерно по тысячу раз закрылся. Я сейчас вам покажу то, что пришло, скрывая при вас. Значит, у нас получается вот такая схема с Подольска в компанию, почту, почтовой службы и доставка по России. Ну, заказывайте в Китае. Вот какая схема. Заказывайте в Китае, доставка с России. Ну, понятно, что Резрус это изготовитель в России, русский продавец. Как бы, вот, видите, все здесь. Посылка онлайн, Почта России, улица Магистральная, Подольск, микрорайон Львовский. В общем-то, вот при вас я это дело вскрою. Все это запаковано, запечатано. Поэтому придется немножечко вскрыть ножичком. Все тот же, все та же самая упаковка. Просто, чтобы вы уже до конца понимали, что нагрузка, как и в эспандерах, очень сильно летает от минимума к максимуму. И есть усадка. Причем, усадка, конечно, гораздо больше, чем чем у эспандеров. Ну, у нормальных эспандеров, ну, допустим, моряки, усадка не такая, естественно. О, какой-то вот странного, странный, белый сразу испугал. О, пожалуйста. Вот он. Вот этот будет другой. В одной и той же конторе. Видите? Ну, не 50 килограмм. Это точно. Все те же характеристики по кольца. Диаметр от 80 до 82 миллиметров. 81, 38 внутри. Вес 90 грамм. Взвешивать не буду. Но давайте сначала все. Я как бы, видите, он какой-то беловатый. Сразу посмотрю, сколько будет нагрузочка вот на пришедшем. Значит, усадка у резины, естественно, достигается за счет сжатий. Но если, допустим, я могу эспандер закрыть на 4-6 часов под нагрузкой вот в аппарате, то я думаю, что у резинового кольца это время должно быть гораздо больше. Поэтому это только вот так вручную прожимать. 40 килограмм. 40 килограмм. 40. Так что надпись оказалась другой. А нагрузка та же. И вот, как бы, кольцо. Вот, я просто его неоднократно замерял. Последнее вот время смотрел, что там как с усадкой. Сейчас вы услышите эту цифру. Увидеть вряд ли увидите. Надо вдвоем снимать. 36. 36 килограмм. Вот 2 килограмма потеряла резурсовское кольцо. Очень мало. Я обратил внимание, что кольца вплоть до 80 килограмм усаживаются. Ну, просто масса калибровок воронцовских колец. Кольца воронцов из разной резины. Поэтому вот было 38. Стало 36. Ну, и вот такое, наверное, длительное время останется. И вот калибровка при вас. Другой шрифт. Но смысл смысл тот же. Это 40 килограмм. Ну, не забываем вращать, чтобы его сжимать по кругу. Не прожимая, не пробивая в одном месте резину. И быстрее выйдет из строя. Вот такой второй фильм получился. Вот, пожалуйста, при вас все скрыл. Достал. Одинаковая нагрузка. В принципе, одинаковая. 40 килограмм, если сядет на 2-3 килограмма, это будет 37-38 килограмм. Что одинаково с этим кольцом. Вот, пожалуйста. Это продавец, вот, который через Алиэкспресс торгует. Все. Прошу любить и жаловать. Вот такие кольца резрус 50. Черные. Пока. Встречаемся в обители. Сейчас я